Музыка Музыка Всем большой привет, мои дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. И сегодняшнее видео я начинаю с выпечки блинов. У нас были выходные, и пока был тихий час у Насти, Серёжа, Андрюши, я решила напечь блинов. Когда я пеку блины, я беру из расчёта 1 литр 3 яйца. Здесь я готовлю из 2 литров молока. Сначала я разбила яйца, добавила туда соль, немного сахара, так как блинчики будут со сгущёнкой и с вареньем. И всё это перемешала миксером, потом добавляю молоко и уже на глаз добавляю муку. Перемешиваю хорошо всё миксером, добавляю в тесто подсолнечное масло. За окном уже выпал первый снег, правда сейчас он уже растаял, но дети так обрадовались. Успели поиграть в снежки даже, поваляться немного в снегу. Ну а сейчас у нас на данный момент на улице плюс 13, всё растаяло. Но радует, конечно, очень солнышко. Приготовила тесто для блинов и начинаю выпекать. Пока блинчики выпекаются, я быстро освобождаю столешницу, убираю муку, подсолнечное масло, миксер. У меня 2 сковородки для блинов. И недавно дети пекли блины Петя с Машей и подпалили мне 2 сковородки. Одну из них вообще с трудом отмыла, я думала уже выбрасывать. Но в итоге, не знаю, наверное она всё-таки испортилась, потому что, сейчас вы дальше увидите, всё к этой сковородке очень пригорает. Я пыталась сначала снять, потом поняла, что это бесполезно. Убрала эту сковородку в раковину и потом чуть дальше взяла обычную сковородку. Конечно, непривычно на такой толстенькой готовить, но с двумя, конечно же, быстрее всё-таки. Я напекла блинов, там уже и Настюша стала просыпаться. Я взяла сливочное масло, сначала клала кусочками на блины, но потом взяла большой кусок, растопила и вот так вот кисточкой смазывала. Так как я в тесто добавила подсолнечное масло, сами сковородки я маслом не смазывала, только первый раз перед первым блином. Осень – это время вирусов, и наша семья, как и многие, не хотим болеть и стараемся хоть как-то защититься от болезней. Ежедневно кушаем фрукты, принимаем витамины, но бывает особо трудный период, когда все вокруг начинают болеть. И как раз для таких случаев у меня есть препарат Цитавир-3 в капсулах, который подходит для взрослых и детей от 6 лет, и это мой помощник при простуде и гриппе, поэтому сегодня хотела бы поподробнее о нём рассказать. Препарат обладает противовирусным действием, способствует защите от множества типов возбудителей ОРВИ и гриппа, и тем самым помогает действительно лечиться, а в идеале вообще не заболеть. Если успеть принять Цитавир при первых симптомах, болезнь может не развиваться. Капсула находится в картонной упаковке прямоугольной формы, на которой чётко обозначено действие данного препарата, и по всему периметру можно также найти нужную информацию о производителе и составе средства. На обратной стороне блистера также содержится информация о происхождении препарата, также внутри упаковки есть инструкции со всеми необходимыми показаниями, противопоказаниями и рекомендациями к применению. Вот так выглядят сами капсулы, по размеру они небольшие, в пачке 12 капсул. Принимать его нужно 3 капсулы в день после еды, и весь курс лечения рассчитан на 4 дня. На мой взгляд, курс очень прост в приёме. Для детишек от года до 6 лет Цитавир разработал продукт в форме сиропа. Детские формы Цитавир-3 не содержат красителей и консервантов, а сироп и нейтральный вкус порошка не содержат также и ароматизаторов. Но перед приёмом не забывайте проконсультироваться со специалистом и обязательно изучить инструкцию препарата. Цитавир-3 проверенный помощник при простудии и гриппе, особенно в сезон эпидемии и высокой заболеваемости. Об этом говорят большое количество положительных отзывов, а также многолетний опыт использования продукта. У нас получилось 2 стопки. Одна с большими блинами, другая стопка с маленькими. Достала детям варенье вкусное малиновое, кто-то захотел сгущёнку, заварила свежий чай и так посидели, вкусно пополнечали. Так что кто сейчас тоже за столом, приятного вам аппетита! Ну а здесь у нас новый день. Честно, уже несколько дней подряд я пытаюсь навести здесь порядок, в нашей прихожей. И, конечно, это очень важно, потому что прихожая, вот как ни крути, лицо дома. Заходишь в дом и когда видишь всё, что видела я, честно, не хочется делать там вообще ничего. Хочется зайти и быстро снять ботинки и пойти внутрь в дом. Вообще, с учётом того, что у нас небольшая прихожая, поддерживать здесь порядок не так просто, потому что, ну, конечно, количество вещей на всех детей очень большое. Поэтому, что я сначала начала делать? Я снимаю несезонную одежду, летнюю, осеннюю, вот здесь вот с чёрных наших крючков. Дальше я в шкафу сняла куртки, ветровки, потому что там тоже занимает много места. Ну и чтобы детям было тоже удобно собираться, не было путаницы, особенно школьникам. Всё-таки шесть школьников, и когда они сюда заходят, ищут свои куртки, хочется, чтобы они сразу взяли со своей петельки одежду, оделись и вышли на улицу. Заодно перебирала одежду, смотрела, какую нужно постирать, какая чистая. Например, у малышей, у них по несколько комплектов верхней одежды осенней, поэтому та, которая грязная, я в стирку, а та, которая чистая, я аккуратненько сложу и уберу сюда в шкаф. Когда выпал первый снег, я, конечно, не была к этому готова. Я заранее не достала зимнюю одежду, комбинезоны. И, конечно, когда дети увидели снег, мам, мы пойдём гулять. Я стала быстро доставать полукомбинезоны, комбинезоны. Дети всё это мерили, кому что сейчас подойдёт. И то же самое с обувью. Пришлось достать все сапоги, посмотреть, что нам хорошо. У наших детей очень быстро растёт ножка. У нас у всех ножки немаленькие. И заранее, например, я не могу детям покупать зимнюю обувь, особенно когда хорошие скидки весной или летом на зимние сапожки. Я не могу брать, потому что точно я не попаду в размер. У нас, получается, вся несезонная одежда хранится в этом отделении шкафа. Но я хочу в ближайшее время приобрести вакуумные пакеты. И я уверена, у нас половина шкафа точно будет пустым. Посередине шкафа у нас такие демисезонные куртки на выход, на занятия. Плюс я повесила сейчас пуховики зимние, в которых сейчас жарко ещё гулять. Но в то же время, чтобы про них не забыть. И в то же время, чтобы они не занимали место на тех крючках на стене. Сейчас буду заниматься обувью. Беру большой пакет и сложу всю летнюю обувь, чтобы её просто привести в порядок. Есть обувь, которую я могу постирать в стиральной машинке. Но есть, которые надо помыть вручную. И летней обуви у нас, конечно, очень много. У нас там и шлёпки для купания, и сандали, резиновые сапожки, кроссовки, босоножки. Когда убрала по пакетам летнюю обувь, стало так свободно в прихожей. В зимний период, конечно, меньше обуви, но всё равно. Например, у младших школьников тоже по две пары сапог. Они же дети везде лазают, и снег может в сапог попасть, чтобы у них всегда была замена. Когда мы жили в квартире, у нас были поддоны из Икеи для обуви. Но они сейчас везде продаются. И фикс прайс, и тут в итоге я заказала на Валберес, потому что не нашла наши старые поддоны. Во время переезда, я не знаю, куда мы их сунули. Очень они удобные, особенно если вот так вот поставить их на эту полку. Хотя бы ничего вниз не будет с обуви сыпаться, проливаться. Надо будет, конечно, ещё докупить и поставить. Конечно, я очень рада, что мы увеличили эту прихожую, так как она была изначально в два раза меньше. И я не представляю, как бы мы сейчас там переодевались. Так что хорошо, что мы увеличили. Но теперь из того, что мы имеем, надо продумать хорошо хранение. Я рада, что мы поставили большой шкаф. Там ещё много места, тоже надо будет заняться этим. И что-то надо придумать всё-таки с обувью. Ещё у нас эта полка с обувью стоит около батареи. То есть близко к стене не поставишь там, где полка, около окна. Тоже есть свои небольшие неудобства. Оставила я уборку в прихожей. Думаю, основное я сделала. Хотя бы убрала летнюю обувь, убрала несезонную одежду. И нужно было уже готовить обед. У меня было килограмм свинины, килограмм говядины. И я сейчас это всё прокручиваю на фарш. Хочу приготовить суп с фрикадельками. Буду делать без зажарки. И если в бульон я обычно добавляю целую луковицу, то тут я в бульон добавлять не буду, а просто порежу лук на кусочки и тоже прокручу вместе с фаршем. То есть сам лук будет в фрикадельках. Посолю фарш. Надо будет хорошо перемешать и буду катать фрикадельки. Вы знаете, то я ложку покупала, которая делает фрикадельки. Но как-то у меня не сложилось с этой ложкой. Кто-то мне писал, что можно просто раскатать фарш и на кубики порезать и бросать в суп. Кто-то предлагал просто фарш кидать в суп. Но я боюсь, что я сделаю, а вдруг дети есть не будут в таком виде. Поэтому я по старинке решила, пока время есть, накатать эти фрикадельки. Я уже рассказывала вам про магазин Победу. А сегодня мы с Серёжей снова туда заехали, совершили закупку. Это удобный современный магазин. Многие боятся закупаться в дискаунтерах. Но я хочу развеять эти сомнения. Победа предлагает широкий выбор товаров различных категорий. И несмотря на то, что дискаунтеры известны своими низкими ценами, качество товаров здесь мне нравится. Ни разу не встречала просроченной продукции. Товары известных брендов не отличаются по составу и вкусу от аналогичных, продающихся в супермаркетах по ценам выше Победы. Есть много позиций малоизвестных брендов, состав которых мне нравится. Много новинок, и мы всей семьей часто их пробуем, потом покупаем то, что понравилось больше. И самое главное, экономия времени и денег. Вы можете сэкономить время и деньги, покупая товары в дискаунтерах Победы. Так как цены здесь обычно ниже, чем в других магазинах, а ассортимент уже выверен, и поэтому не тратишь много времени на раздумье, что взять, берешь нужное. Смотрите, какая закупка у нас получилась, и все это вышло очень бюджетно. Я лично оценила, насколько ценник отличается от сетевых магазинов и маркетплейсов. Купили сливочный сыр, я взяла 5 упаковок. Хохланд 220 грамм стоил 140 рублей. Это очень хорошая цена. Также взяла сметану, 2 упаковки по 87 рублей, домик в деревне 15%. Купили еще муку, взяла по 2 килограмма, макфа. Одна упаковка 2 килограмма стоила 92 рубля. Также взяла сыр. Хочу сделать сырный суп, небольшую кастрюльку, потому что у нас не все такой суп любят. И такая упаковка стоила 185 рублей. Еще мы взяли почти 9 килограмм яблок. Они сладкие, большие, вкусные. Красные яблоки стоил килограмм 80 рублей. Если честно, я давно не видела таких цен на яблоки. Посмотрите, какое крупное и, главное, очень сладенькое. Взяла еще 6 пачек круглого риса по 118 рублей. Кетчуп 550 грамм стоил 140 рублей. Вкусный хайнц, нам нравится. Также подкупили макарон, взяли макфа. Мне нравится, что здесь 600 грамм. И когда я варю макароны, как раз у нас уходит ровно 2 пачки. Одна упаковка стоила 61 рубль. Это выгодно. А вот мюсли стоили 68 рублей. Хотя в других магазинах они стоят от 100 рублей. Взяли еще помыла 2 штуки. И забыла показать грибы. Получается, шампиньоны 400 грамм стоили 86 рублей. Я хочу сделать жульен. Как видите, все очень бюджетное. Как я поняла, магазин сокращает лишние траты, работая напрямую с производителями без посредников, имея возможность продавать товар, не увеличивая за него цену. Магазин Победа удобный и современный магазин, в котором собраны все базовые товары на каждый день по минимальной стоимости. Я довольна нашими покупками. Рекомендую и вам присмотреться к данной сети. Ссылку на магазин я оставлю под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В кипящую воду я добавила фрикадельки, снимаю пенку периодически и тем временем нарезаю картошку. Я буду готовить суп с фрикадельками и с рисом. Кто-то добавляет лапшу, у нас любят, когда и рис добавляю. И у меня еще была замороженная морковка, я ее тоже вместе с картошкой туда положу, будет вариться. И что еще? У меня осталось немного фарша, поэтому сделаю из них котлеты тоже на обед. Когда у меня будет почти готов суп, я туда добавлю свежего чесночка, два зубчика, добавлю зелень, петрушку, укроп и соль. У меня муж любит вкусную соль, так что добавляю в супы ее. И все, обед у меня готов. Супчик очень вкусный, ароматный, полезный, а главное, все это готовится очень быстро. Уверена, будете спрашивать по поводу моей мясорубки. Вот здесь засняла коробку, потому что решила тоже ее выкидывать. Много занимает места. А у нас уже новый день. Я так до конца и не убралась в прихожей, но хотя бы самое основное сделала. Убралась на этом комоде, убрала куртки несезонные, оставила то, в чем они ходят. Сейчас у нас половина детей в школе, поэтому здесь свободно. Конечно, мне очень хочется вот это все дело прикрыть, потому что, когда все дети приходят из школы, здесь курток все равно много, и хочется хоть, я не знаю, хоть шторкой прикрыть. Я видела на Пинтерес, делают такие шторки и вот так вот закрывают. В общем, я бы, конечно, все это дело прикрыла, но не знаю как. Ставить сюда шкаф или просто двери не вариант, потому что здесь очень узко, и, соответственно, здесь у нас еще дверь туда в дом. Будет неудобно. Ну и, конечно, с обувью. Я еще докуплю вот такие вот поддоны, и, возможно, я вообще отсюда уберу вот эту вот полочку трехэтажную, потому что в основном сапоги у детей все высокие, и туда только ботинки маленьких детей можно поставить, но у нас их не так много. Маленьких ботиночек вот на первом ряду стоят здесь. Я еще здесь не мыла вот эти некоторые поддоны. Здесь вообще по-хорошему надо полы помыть. Я до этого еще не дошла. Поэтому если мы уберем вот эту вот этажерку и, допустим, оставим четыре даже поддона, два поддона туда и два поддона здесь в два ряда, то, мне кажется, будет нормально. Посмотрим. Здесь стаечки на доска. Она летом на ней каталась. Надо тоже убрать. Здесь у меня полочка к малышам в комнату. Это нужно отдать сапожки. Здесь тоже еще беспорядок. Я показываю сейчас не конечный результат нашего порядка, но хотя бы, может быть, не удалось вас тоже смотивировать на разбор детских вещей. Сейчас покажу, что в шкафу у меня. Аккуратно все здесь сложило. То, что мы носить не будем. Надеюсь, что в ближайшее время куплю вакуумные пакеты и уверена, здесь утрамбуются просто все в два раза. Я помыла голову с утра. Еще не при параде. Надо будет здесь еще доубираться. Но я рада, что я убралась на этом комоде. Сюда я положила детские шапки, шарфики. Я даже толком здесь не... А, здесь то, что мне нужно будет отдать. На эту полку я положила робот для окна и еще положу. Здесь у меня полка Настюши. Здесь ее комбинезоны, шапочки. Чтобы не вешать вот сюда, это просто затеряется. А здесь ничего особенного. А здесь опилки от хомяка. У нас хомячок у детей наверху. В общем, есть еще места, куда что можно положить. Но сюда положила запасные перчатки, носочки. В общем, такой расходный материал, который очень быстро на самом деле теряется. Кстати, вот в тот нижний ящик я складываю рюкзаки, сумки, которые сейчас нам не нужны ни нам, ни детям. Собираюсь на днях наводить уют у мальчиков, младших в комнату. Вы посмотрите, что я купила. Шторки с динозавриками. Я говорила, что у нас младшие мальчики сейчас очень любят динозавров. Я очень извиняюсь за заляпанное зеркало, но как есть. И смотрите, купила вот такую вот красоту. Покрывала девочкам старшим в комнату. Мне так нравятся здесь такие рюшечки. У них комната в стиле Прованс. И покрывала она мягкая, из муслина. Я еще на Валберес купила вот такую вот красоту. Правила дома. Хочу повесить, не знаю, наверное, в гостиную. Я забыла вам показать в тот раз люстру. Сережа повесил. Вообще она должна быть на цепочке, но тогда она будет очень низкой. Мы с Сережей высокие. И он решил цепочку не вешать. Кстати, мы когда с Аней встречались в кафе, там как раз висела вот эта вот люстра. Их несколько, три штуки висело. Это очень красиво смотрелось. Вот там вот у нас еще тоже много свободного места. Туда мы уберем разные шлепки, сандалии, когда я их постираю. У меня еще есть свободный кофр. Там можно вообще в два ряда все сложить. Но с этим, конечно, мне очень хочется что-то сделать. Мне просто хочется это спрятать. Это сейчас здесь не так много курток. Но когда все дома, они просто горой здесь висят. Хочется это как-то прикрыть. Ну, а здесь у нас уже вечер. Я пришла на кухню. В доме тишина. Дети загрузили посудомоечную машину. Что-то оставалось по мелочи. Сейчас уберу. И то, что не поместилось в посудомойку, сама помою. И знаете, я очень люблю свою кухню. И люблю ложиться спать, зная, что именно она будет в порядке и чистоте. Особенно, когда встаешь с утра, так приятно заходить на чистую кухню. Конечно, у меня бывают тоже моменты, когда к вечеру устаешь. И уже все равно, что даже на кухне творится. Хочется поскорее просто лечь. Но зачастую все-таки стараюсь поддерживать порядок, чтобы утром встать и не делать вчерашние дела. Перехожу к плите. Я хочу сейчас ее тоже помыть. Спрашивайте, чем мою варочную панель? Обычным средством для посуды. Также спрашивали, у нас индукция. Нет, у нас обычная электрическая плита. Хотя у нас подключен газ. Но мы принципиально установили электрическую плиту. Хотя я сейчас думаю, может быть, надо было индукционную. На ней, говорят, очень быстро все готовится. Удобно. Я протираю столешницу и хочу немножко, скажем так, обуютить ее. У меня есть разные доски. Я периодически их меняю, достаю, лишнее убираю. И у меня была подставка деревянная. И периодами я ее ставлю на столешницу. И делаю такой небольшой уютный уголок. Но в то же время очень функциональный и удобный. В таком ящичке ничего не падает. В общем, решила сделать небольшую перестановку. И также подставку для ножей поставлю в угол. Вы спрашивали, откуда подставка. Это Аберхов. Покупала еще на Азон. Единственное, вот первый ряд с ножами. Мы вообще ими не пользуемся, потому что они для мяса. И показываю нашу гостиную, чтобы вы не думали, что у меня все так чисто и прекрасно. Вот гостиная. Опять наш комод завален книгами, игрушками. Но я решила это все оставить. Пускай дети утром встанут. Тут Андрюша играл, поэтому уберет. Но кухня это на мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok В том году, моя дорогая Инночка, подарила мне замечательный подарок. Светильник в виде домиков. И я решила их поставить сюда на подоконник, потому что около окна мне все-таки темно. И вы посмотрите, какая красота. Я специально убирала его на весну, лето. Но сейчас мне прям захотелось достать. И когда я включила, так сразу стало еще уютнее. И чтобы не было видно этого провода, я решила как раз таки этими досками немного спрятать. Также решила сюда поставить сухоцветы. И вроде бы мелочь, но в целом мне потом нравится результат. Вот эта вот картинка. Я сейчас протираю посуду, чтобы освободить столешницу. И сразу уберу по местам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что сейчас повешу. И вот казалось бы мелочь, но насколько кухня все равно преображается. И ведь из таких как раз мелочей создается уют. Хотя конечно мы все разные и кто-то любит минимализм. У каждого свой вкус. Я вот показываю, что нравится мне. Сегодня мне нравится именно так. Я не знаю, что будет дальше. Может быть в какой-то период я вообще захочу все отсюда убрать. Но пока мне прям доставляет огромное удовольствие на такой кухне готовить. И повторюсь, я очень люблю каждый уголок своей кухни. Мне кажется, она очень уютная. А еще у меня давно лежали к нашей раковине специальные вешалки, крючки для губки, для тряпки. И наконец-таки тоже до них дошли руки. Я помыла раковину. Сейчас ее обезжирила. И буду приклеивать на двухсторонний скотч получается вот эти вот крючки. Чтобы как раз я могла туда вешать и губку, и тряпку. А то либо в раковине у нас губка лежит, тряпку у нас нянечка вешает на кран. И хочется как-то это все скрыть. И я решила с этой стороны держать или закрепить. Мне кажется, очень хорошо получилось. Ну а на сегодня я уже буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. За то, что поставили пальчик вверх. За вашу поддержку. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.